СБОРНАЯ РОССИЯ Соследовало социально-экономическое и спортивное развитие Красноярска на примере Всемирной универсиады, которая состоялась весной. Аэропорт отреставрировали, больницы построили, общежития, в которых жили спортсмены, то есть сейчас будут там студенты жить. В принципе, инфраструктура там, мне кажется, улучшилась. В спорте, конечно, не знаю, будет туда ездить или нет кто-то. Соревнования по лыжным гонкам будут проводить точно Кубок России, это по биатлону чемпионат России. Вопросы связаны с развитием отрасли физической культуры и спорта и связаны с тем наследием, которое оставляет крупные международные соревнования в нашей стране, в том числе и Всемирного универсиада. В городе Красноярске я там лично присутствовал. Эта тема, она актуальна, потому что это наследие, оно останется в нашей стране, и это будет хорошей базой для подготовки высокополюционного спортсмена в будущем. Алешина в своем исследовании подсчитала затраты на строительство спортивных объектов и благоустройство города, а затем соотнесла их с прибылью, которую в Красноярске оставляли щедрые болельщики во время состязаний. А также туристы, теперь приезжающие полюбоваться Енисеем и прогуляться по местам проведения соревнований. Научным руководителем Татьяны выступил Динар Речапов. По моим подсчетам, которые я в формуле считала, Красноярск должен через 10 лет примерно купить те страты, которые на универсиады были вложены. На европейских играх, которые проходят в Минске, начинаются соревнования по велоспорту на треке. В составе сборной России в двух видах планируется выступление тюменки Дианы Климовой. Она уже стартовала в столице Беларуси. Климову включили в число участниц групповой гонки на 120 километров. В этом старте золото европейских игр взвоевала Ларена Вибес из Нидерландов, а воспитанница Тюменской Дю США-4 заняла 21 место, уступив лидеру 11 секунд. В пятницу, 28 июня, она поедет с Крэч. А в наступающее воскресенье, когда будет проходить заключительный соревновательный день континентального форума, Сибирячка вместе с Марией Новолодской из Санкт-Петербурга выступит в Мэдисоне. Стали известны критерии отбора в национальную команду России для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону. Планетарный форум примут белорусские раубичи в конце августа. В состав российской дружины войдут 24 атлета, по 6 мужчин, женщин, юниоров и девушек. 8 вакансий отданы на откуп Союзу биатлонистов России. Еще 16 спортсменов определятся на отборочных состязаниях в Тюмени. В «Жемчужине Сибири» с 23 по 29 июля пройдут спринт, суперспринт и масс-старт. За места с 1 по 6 биатлонисты будут получать баллы, которые затем суммируют. Женская волейбольная команда «Тюмень-Тюмгу» в предстоящем сезоне примет участие в предварительном этапе Кубка России. В отличие от мужских состязаний, девушки в этом раунде проведут всего один тур. Сибирячки по результатам жеребьевки узнали, кто же попадет с ними в одну группу. Предстоит сыграть сразу с двумя командами из Екатеринбурга легендарной «Уралочкой» НТМК, которую возглавляет легендарный Николай Карполь и ее же дублерами. Также в группу к подотечным Наталье Васильченко попали подмосковная «Заречье» Одинцова, «Динамо Метар» из Челябинска и «Северянка» Череповец. В полуфинал Кубка пройдут два лучших коллектива. Тюменский футболист Павел Шакура стал игроком клуба премьер-лиги. Воспитанник Вячеслава Афонина перешел в Сочи. В предстоящем сезоне эта команда дебютирует в российской элите. Вариант Сочи появился после завершения сезона, через неделю. Особо долго не приходилось думать, потому что команда перспективная, только вышла в премьер-лигу. В составе сибирского клуба игрок обороны дебютировал в 2015 году. 21-летний защитник провел в ФК Тюмень 4 сезона. За это время в футбольной национальной лиге сыграл 88 матчей, в которых стал автором двух забитых мячей. Также Шакура вызывался в молодежную сборную России. В майке национальной команды страны он выходил на поле 7 раз. Общался со своими одноклубниками, близкими друзьями, тоже все поддержали. Пожелали всего самого наилучшего. С семьей также разговаривал, с близкими. Но в основном принимал решение я. И в конце концов я оказался здесь, и этому очень рад. Это новый вызов, это большие перспективы. Поэтому очень счастлив оказаться здесь. В минувшем чемпионате в составе Тюмени Шакура выходил на поле 21 раз. Крайний защитник отметился одним забитым мячом. А сибиряки вылетели из ФНЛ. Сообщается, что контракт Павла с клубом Сочи рассчитан на 3 года. Второй год подряд в Тюмени проводится уникальный тренировочный лагерь по спортивной аэробике «Джиммастер». Почти 100 юных поклонников красочного вида в течение 4 дней работают под руководством квартета чемпионов мира. Прославленной тюменской семьи Чиюн Данила Евгений, а также Игоря Тружкова и Романа Семенова. Уроженец Омска в первый город Сибири приехал с корабля на бал. На этой неделе Семенов выиграл золото европейских игр в Минске в составе сборной России. А уже сейчас рассказывает мальчишкам и девчонкам секреты спортивной аэробики. Потому что пропустить детские сборы точно не мог. Я сам знаю, как что делается, где что подтянуть, где что натянуть, в какую сторону пойти. А тренеры, которые не занимались, они как бы на интуицию больше знают. Может где-то читали, может где-то что. А я сам это все прочувствовал и я все знаю. В тренировочном лагере по спортивной аэробике занимаются почти 100 ребят из разных уголков Тюменской области и соседних регионов. Опыт доказывает, что за 4 дня можно научиться многому. Столь опытные атлеты рассказывают о стандартах сборной России, показывают, как правильно выполнять элементы и разучивать новые. Да и просто вдохновляют будущих чемпионов на новые свершения. Конечно, кому-то научиться сразу какому-то сложному элементу не получится. А кто-то приезжает, которому не хватает буквально какой-то одной подсказки. Буквально подскажи вот это слово ему и он это поймет. Конечно, мы стараемся объяснить именно ту технику, которая действительно важна. Именно те детали, техники элементов, которые могут поспособствовать выполнению элементов в целом. Ты ребенка должен научить уже в принципе, как делают старшее поколение. Поэтому как бы больше конкретизировать, даже может быть легкие элементы делать, которые они всю жизнь это делали, но они делали их не так, как заявлено будет в сборной. Продолжение следует...